с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 8 февраля день российской науки который установлен указом президента в девяносто девятом году прошлого века вознаменование 275-летие со дня основания российской академии наук а произошло это в 1724 году отечественная наука дала миру много великих имен и открытий с этим никто не спорит во всем мире известны и михаил ломоносов иван павло дмитрий менделеев константин салковский петр капица лев ландау игорь курчатов и многие многие другие россия стала первым государством где было разработано учение биосфере впервые в мире в космос запущен искусственный спутник земли введена в эксплуатацию первая в мире атомная станция всех ученых с праздником день военного топографа отмечается в россии 8 февраля именно в этот день 1812 году по указу царя было утверждено так называемое положение для военного топографического дела наши дни это ведомство называется военно-топографическим управлением генерального штаба вооруженных сил российской федерации всех топографов с праздником но теперь о родившихся в этот день 1828 год в этот мир приходит жюль верн французский писатель фантаст писатель очень много работал и не жалел себя известно что его трудовой день начинался с пяти утра и заканчивался уже совсем к вечеру писатель предвидел появление в будущем вещей которых при его жизни еще не существовало и не могло существовать например он писал о самолетах вертолетах электрическом стуле телевидении акваланги и многом другом 1834 год дмитрий иванович менделеев рождается в этот день как мы теперь знаем в день науки химик который открыл 1869 году периодический закон химических элементов а за четыре года до этого дмитрий иванович защитил известную докторскую диссертацию по теме о соединении спирта с водою и получил звание профессора петербургского университета по кафедре технической химии 1906 год честер карсон приходит в этот мир американский физик изобретатель процесса ксерокопирования работая патентном отделе когда нужной копии документа под рукой не оказывалось карсон впервые задумался о том что хорошо было бы придумать какой-нибудь быстрый дешевый способ копирования нужных бумаг так и возникла идея электрофотографии первая в истории ксерокопия была получена 22 октября 1938 года на цинковой пластинке специально для этого покрытый слоем серы 1964 год день рождения германа грефа российского государственного деятеля немецкого происхождения как пишут в интернете президента и председателя правления сбербанка россии председателя совета центра стратегических разработок история этого дня 1600 год суд инквизиции выносит смертный приговор джордано бруно приговоре упоминаются некие восемь еретических положений в которых упорствовал бруно однако они не конкретизируются что дает некоторым историкам основания предполагать что часть документа где подробно описываются обвинения инквизиции была просто утрачена 1879 год выступая в канадском институте в торонто инженер железнодорожник сэнфорд флейминг предложил вести универсальное стандартное время разделив земной шар на 24 часовых зоны по международному соглашению земной шар был разбит на эти 24 часовых пояса примерно по 15 градусов долготы каждый в качестве начального среднего меридиана нулевого часового пояса был принят знаменитый гринический меридиан примерно по 180 меридиану проходит линия перемены даты в россии поясное время было введено в 1919 году некоторые события которые произошли впервые все тоже 1919 открыта пассажирская авиалиния париж лондон первые полеты совершались на самолетах голиаф конструктора анри фармана в августе полеты станут ежедневными чикагский доктор джеймс хэрик первым мире опубликовал кардиограмму сердечной недостаточности который мы теперь все так активно пользуемся когда приходим на прием к терапевту рекорды этого дня 1983 год 53-летний джованни виглёта осужден судом аризоны на 34 года тюрьмы за то что женился на 105 женщина 1981 год у берегов новой зеландии поймана якобы самая большая в мире рыба молод ее вес почти триста шестьдесят четыре килограмма ну и последнее в 1929 году в этот день в русском языке появилось новое слово вертолет так авиаконструктор николай камов в пику французскому автожиру назвал свое изобретение первый советский вертолет красный инженер сегодня мы наблюдаем нормально в русском языке явление все больше и больше словесных заимствований причем больше всего технических последним же нашим популярным словом которые заимствовали там была перестройка может нам пора что-то самим уже придумать нечто современное технически важно для всего мира чтобы его позаимствовали наши зарубежные коллеги с вами был николай пивненко в проекте дата